Тесла Кибертрак доехала до продаж. Финальную презентацию электропикапа провел сам Илон Маск. Цена для США от 61 тысячи долларов. В России расчетные цены от 12 миллионов рублей. Инвесторов презентация не впечатлила. Акции Теслы просели на 3%. Что в итоге получилось и будет ли это продаваться? Финальную презентацию провел Илон Маск. Цена для США 61 тысячи долларов или 5,5 миллионов рублей по нынешнему курсу. А в России будет гораздо дороже. Расчетные цены от 12 до 20 миллионов рублей. Предзаказы уже доступны. О том, что в итоге получилось у Теслы, Евгений Перельчук. Презентация Тесла прошла, как всегда, с огоньком. На этот раз никто стекло Кибертрака не разбивал. Илон Маск показал лишь видео, как новый электропикап устраивает заезд с Порше 911. И без проблем одерживает победу. В финале ролика оказывается, что Кибертрак был с прицепом, на который загрузили еще один Порш. 96 километров в час за 2,9 секунды. И 800 километров на одном заряде батареи. Топовая версия Кибербист до сотни доезжает на 3 миллисекунды быстрее. Вот только с тормозами похожи проблемы, говорит автоэксперт Алексей Кованов. Удивить сегодня кого-то разгоном электромобиля за 2 с небольшим или 3 секунды нетрудно. Трудно удивить человека другими характеристиками. Как показал опыт того же электрического Хаммера, разгоняется подобная техника очень эффектно. Но трудно потом на этой машине повернуть и трудно ее остановить. С тяжелой начинкой аккумуляторы, электродвигатели, особенно кузов из нержавеющей стали, это штука тяжелая. Наверное, мы имеем быстрый, но не совсем управляемый снаряд, скажем так. Зрителям презентация понравилась, а вот инвесторам, похоже, не очень. К вечеру пятницы акции Тесла просели на 3%. Причины понятны. С момента первого прототипа в 2019 году Кибертрак, во-первых, стал в полтора раза дороже, во-вторых, амбиции Маска встретились с реальностью. Чтобы пикап допустили к продажам, его пришлось оснастить зеркалами заднего вида, габаритными огнями и прочими вещами, необходимыми по техконтролю и ПДД. Футуристичность как-то подрастерялась, хотя фирменная угловатость осталась на месте. В России шоурума не будет, Тесла не работает официально в России, но есть параллельный импорт, предзаказы открыты. Прицеп отдельно. О стоимости пикапа мы спросили менеджера Moscow Tesla Club Владислава. Стальная конфигурация получается по стоимости порядка 135 тысяч долларов выходит под ключ. Это с учетом доставки сюда в Москву уже и с полным пакетом документов. Срок именно отгрузки и производства этой модели, исходя из того, если мы размещаем заказ прямо сейчас, в ближайшее время, то сотрудники завода изготовителя Тесла нас ориентировали, что это будет не ранее, чем третий квартал 2024 года. Реальный запас хода у этой модели получается, исходя из ее емкости батареи, да, он составляет, по крайней мере, Тесла нас ориентирует на 600 километров, но исходя из практики, да, нашей, опять же говорю, да, это где-то будет, скажем так, реальнее будет это 500, может быть, 480-500. Вот прям буквально в течение следующей недели мы ждем официального анонса и конфигуратора прям подробного. Электропикапом искушенных водителей не удивить. В России уже продается электрический GMC Hammer EV Rivian R1T. На подходе в декабре будет китайский Dunfen M-Hero. Цены у всех сопоставимые. Кибертрак будет как раз посередине, говорит эксперт инфраструктурного центра Автонет Московского политеха Юрий Урюков. Я не вижу ничего странного в том, что за время подготовки к производству сайбертрак подорожал, потому что, как известно, Elon Musk, во-первых, любит делать громкие заявления для привлечения внимания. За эти годы, которые минули с момента анонса сайбертрака, прошли, в общем-то, достаточно существенные изменения как на самом рынке электромобилей, так и в целом в мировой ситуации. Так что, в принципе, это всего лишь адаптация к нынешним реалиям. И более того, эти цифры озвученные, они в целом соответствуют тому, что мы видим на рынке внедорожных электричек, так называемых. И, в принципе, сайбертрак получился не сильно дороже таких автомобилей, как, например, Ford F-150, который уже продается в Америке. В принципе, сайбертрак оправдал ожидания в плане цены. Сложно было представить, что Elon Musk вдруг сделает чудовищно недорогой или, наоборот, запредельно дорогой продукт. Технические решения, которые в сайбертраке в итоге реализованы, они, в принципе, не представляют собой ничего экзотического. Это, в принципе, типичная начинка для современного большого внедорожника с электрическим приводом. Разные автодилеры делают разные расчеты по стоимости для кибертрака в России. Исходя из комплектации и стоимости доставки, одни говорят о ценнике в 9,5 миллионов рублей, другие аж в 20 миллионов. Скорее всего, будет нечто среднее. И приедет первый кибертрак в Россию не раньше поздней осени следующего года. В лучшем случае. Пока менеджерам Тесла нужно рассчитаться с теми, кто делал предзаказы еще 4 года назад. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok